Добрый день, мои дорогие друзья! Только пришла с рынка. Пришла, а мне письмо приходит, что я должна прийти в госстрах, отметиться, что я там пенсионер, принести документы, технический паспорт, свидетельство, принесла свой паспорт, естественно, и это надо было сделать до 1 апреля. Интересно, думаю, почему мне сегодня прислали это письмо? Обычно в квитанцию присылают заранее, как вот в прошлом году. Я тоже этого не знала, я ждала квитанцию, потом мне её прислали, потом мне прислали бумажку, что мне не надо платить, и я опять туда поехала. Но, в общем-то, приняли, и этих 7 рублей мне подарили. В этом году опять вот такая вот какая-то непонятка. Сейчас собралась уже ехать, но уже первый час, там с часу до двух обед. Поэтому сейчас я, наверное, попью кофейку, съем мороженое, и потом уже поеду. Сегодня у нас очень тепло, погода замечательная. Замечательная. Дождя нет. Какое счастье! Ой, пришла, а у меня даже это самые газетки. Две газетки сегодня пришло. Советчица и Родительский дом. Читать будем потом. Сейчас у меня голова забита, теперь другими проблемами. Господи, когда эти проблемы все закончатся, то одна, то другая, то третья. Так, купила три мороженка. Три мороженка Аленки. И Максюшка вчера тоже такое мороженка покупала. Говорит, такое покупала. Я когда ему позвонила, говорю, какое ты мороженое купила? Он говорит, Аленку и такое вот в стаканчике. Шмяку купила, немножко. Клубнички купила. Клубника у нас сегодня 5,50. Каждый день она дешевеет. Первую я покупала 9,50. Потом она стала 8,50. 6,50. Сегодня 5,50 клубничка. Брестская клубничка. Какая разница, какая она. Она вкусная. Она вкусная. Хотела попробовать, но нет. Надо же ее помыть. Сколько за нее ручками трогались. Конечно, собирают, я думаю, что ее не руками. Навряд ли ее руками собирают. Скорее всего, такой лопаточкой раз-раз. Но и здесь насыпают, но все равно нет. Грязную такую я пробовать не буду. Вот. А вообще я пошла за сыром. Вчера Лена ко мне все-таки приехала. И я ей говорю, сходи, ты купи мне хлебушка. Я пока приготовлю обед. Ты мне купи хлеба и купи янтарь этот плавленый намазюкивать. Она сходила, говорит, хлеба я тебе купила, сыра нет. Говорит, закрыт вообще этот магазинчик. Написано, принимают товар. Ясно. Говорит, я схожу с тебя еще раз. Сходила еще раз. Янтаря этого вообще нет. Ну, если бы я ходила сама, я бы что-то другое взяла. Но не было распоряжения, она не стала покупать мне ничего. Думаю, пойду я сегодня. С утра самого не пошла, потому что, думаю, кто ее знает, открылись. Они не открылись, там он как-то так... Непонятно, когда привозят им товар. Подождала вот до 11. Потом пошла, прихожу. Очередь ужасная. Говорят, принимали товар, поэтому такая очередь. Думаю, ну что, ну пришла, буду стоять. Буду стоять, что-нибудь возьму. Ну, а то и на хлебушек намазать нечего. Хотя у меня еще есть пирог. Там он стоит. Всех угощала. Вчера угощала всех пирогом. Ну, это самое... Ну, стало. Наверное, отстояло минут 20. Привезли еще товар. И продавец говорит, значит, будет закрыто полтора часа. Ё-моё! Короче, говорит, все выходите из магазинчика. Я уже стояла за магазинчиком. Короче, все вышли и все ушли. Осталась я одна, еще одна женщина. И она говорит, вы будете стоять? Я говорю, я даже не знаю. Но если вот, судя по тому, что она должна принять, то это быстро будет. Вот. Она говорит, ну, давайте я схожу за клубникой, там это самое, а потом, говорю, вы пойдете сходить. Я говорю, ну, хорошо. Я, короче, осталась одна. Стою. Ну, продавец на меня не обращает внимания. Ну, я не в магазине. Я с магазинчика с этого вышла. Вот, потому что магазинчик там малюсенький. Надо бы как-нибудь вам заснять видео. Я сегодня и телефон не брала даже с собой. Вот. И еще одна подошла. Вернулась тоже с этой очереди. А продавец говорит, добавила еще время, что еще привезут. А та женщина стала просить, говорит, ой, столько времени мы отстояли. Может, вы мне дадите, я уже не буду просить развесной сыр. Вот только такое. Ну, и она ей дала. Я говорю, может, и мне тогда дадите. Ну, думаю, я уже сыр никакой не буду просить, ничего. Говорю, дайте мне вот этот такой творожный сыр. Он такой плотненький. Последний достала с этой самой, ну, с холодильника с этого. И взяла вот такой опять Моздам. Он, честно говоря, мне, я не могу сказать, что он мне очень нравится. Мне больше нравится янтарный. Но янтарного нет. Сказали, что его почему-то сейчас не делают. Но надо же чего-то на хлебушек намазать, правда? Хотя масло у меня есть, и сыр у меня есть по-шехонски. Но вот хочется мне вот такого вот мягенького. Ну, вот и все, что я купила. Больше ничего. Надо было бы, конечно, картошки купить, но я не взяла эту самую сумку на колесах. Взяла вот эту вот маленькую сумочку, маленькую сумочку положила, пакетик, и все. Ну, вот. Сейчас съем мороженое. Наверное, попью кофейку. Это я на время смотрю, сколько там времени. Время у меня еще есть. Как раз я туда доеду после обеда, чтобы там народа не было в этом гострахе. Ой, как я не люблю вот это вот хождение по инстанциям. Страх, как я не люблю. Но надо сходить. Кто его знает, сколько там платить надо. Может быть, может быть, мне все-таки сделают это самое, посмотрят мои документы. Может быть, скажут, что не надо платить. Сегодня спасибо. Олеся мне подсказала, говорит. А почему вы собираетесь платить? Написала мне в Вайбере, говорит. Почему вы собираетесь платить за дом и за площадь, за землю? Говорит. У нас с первого числа уже не платят пенсионеры, не платят. Независимо от того, кто прописан. А я-то знала, что если не важно, что я пенсионер, что муж мой прописан пенсионер, ну, орешка прописана с детками. Она как же считается, хоть она в декрете, но она же все равно считается как работоспособный человек. Вот. Говорит. Вы узнаете. Я позвонила в налоговую. Позвонила, объяснила. Так и так. А мне сказали, говорит, да, с первого января в 22-го года пенсионеры не платят за землю и за дом. Я говорю, так я должна к вам приехать с документами со своими, что я пенсионер. Еще вот как попросили в гострахе там это этот самый технический паспорт, свидетельство, что он дом мой. Она говорит, нет, не надо. Ну, вероятно, может, налоговые там все на свете есть у них. Потому что у нас в одном доме находится налоговая и вот этот вот пенсионный это. Ну, где я оформлялась. Сказали, не надо. Я прямо очень рада. Я очень-очень рада. Вот. Это если гострах, то тут копейки. Я говорю, в прошлом году мне подарили 7 рублей. А налог тут большой. Все время я каждый год платила. Я уже бог знает же, когда пенсионерка. Я же ушла на пенсию в 55 лет, как это положено было раньше. В моем возрасте еще мне не добавляли. Это моя Людуся, вон сколько еще перерабатывает, то самое, с добавлением с этим лет. Вот. И я всегда платила. У меня всегда были прописаны тут. И Вася был, он же был еще не пенсионер. Ну, в общем, поеду сегодня. Сейчас разберусь. Сейчас сварю себе кофейку. Съем мороженое с кофейком. И поеду. А мы увидимся с вами позже, когда я все это узнаю. Вот. Вы видите, что делается? Вы видите, что делается? Шмяка, шмяка, отстань. Отстань. Ты хочешь мороженого? Ты мороженое хочешь? Не надо меня драбать. На, будешь мороженое? Будет. На платье мне не свали только. Видите, лакомка какая. Какая лакомка. Вкусно. Горло не заболит. Вылизывай. Еще надо. Еще надо. На. На. Вот так вот. Уже и мороженое пополам. Дай, дай. Ну, пожалуйста. Не захотел больше. Все. В руку вылезу. Не захотел. Продолжение следует...